всем привет продолжаем тестировать средство палач средство которое предназначено для уничтожения насекомых его приобрести вы можете пройдя по ссылке в описании и вписав промокод получите скидку на данный товар значит напомню мы проводим уже не первый эксперимент ровно месяц назад ровно 30 дней назад я в пищевой контейнер забрызгал рабочий раствор этого средства средства палач и провел эксперимент за сколько погибнут тараканы на свежем растворе потом я высушил этот раствор в контейнере то есть это прошло еще сутки запустил туда тараканов и посмотрел снова повторил эксперимент дальше то же самое делал через неделю через две, через три и вот теперь прошел месяц после того как средство было забрызгано в контейнер и сегодня снова выпущу туда тараканов и посмотрю через сколько они погибнут и работает ли палач через месяц после разбрызгивания Итак, продолжаем наш эксперимент Мы имеем наш бокс Стандартный, в который средство палач Было забрызгано месяц назад Ровно 30 дней назад Вот оно высохло И сейчас мы будем сюда выпускать тараканов И смотреть через сколько времени они потравятся Если они потравятся вообще То есть проверим средство палач Через месяц после обработки Здесь как обычно у нас Поилка С этой стороны у нас кормушка С овсяными хлопьями Здесь у нас имеется Вентиляция Для того, чтобы тараканы не задохнулись И здесь Все это дело накрывается стеклом Для того, чтобы тараканы не уползли И также у нас есть Тараканчики наши С домашней фермы То есть тараканы Не травлены Специально разводились для таких экспериментов Сейчас будем запускать их сюда И смотреть через сколько времени Они утратят свою дееспособность Поехали Как и в предыдущие разы Здесь у нас 5 тараканов 2 взрослых И 3 личинки Один таракан бегает с коконом Посмотрим В один из экспериментов Таракан во время того, как травился Этот кокон потерял То есть кокон лежал отдельно от таракана Таракан отдельно от кокона Пока все тараканчики Видим Бегают Очень активны Бегают Причем они не только по дну контейнера Но и по стенкам И по Стеклу верхнему Накрывающему На котором Средство Палач Не набрызгана На которое В предыдущие разы Палач справлялся В течение Часа Тире трех То есть В течение этого времени Все тараканы Лежали На спинах И дергали лапками Кто-то активнее Кто-то слабее Но после этого момента После этого времени Обычно Ни один таракан Уже на лапы Не переворачивался И таким образом Лежал до того момента Как сдохнет Посмотрим Насколько хорошо действует Палач Через месяц Продолжение следует... Прошло чуть более часа Смотрю Одна личинка Лежит уже Дохлая Либо просто Парализованная В правом углу Контейнера Посредине Вот Остальные тараканы Большую часть времени Проводили на стекле На стенках То есть там Где средство Минимально Поэтому пока живы Вот Ну уже вижу Что у этого таракана Взрослого Который С коконом Сейчас Сидит возле контейнера В котором я их сюда помещал У него Слипаются Устики Обычно Такое же наблюдалось У тех тараканов Которых я раньше Выпускал И которые травились Средством То есть Сейчас он будет Слизывать Средства Сусиков Для того Чтобы их Почистить С лапок И будет травиться Но опять же Повторюсь Скорее всего Так долго Средства Действуют Лишь по той Причине Что Тараканы Большую часть Времени Проводили на стенках И на Скажем так На стекле На котором Средства Не было Итак Прошло Около Полтора часа Значит В правом углу Мелкая личинка Которая так и не сдвинулась С места Хотя находится На ногах Но скорее всего Уже отравилась В левом углу Лежит таракан На спине Беременная самка Дергает ногами И не может Перевернуться на ноги То есть Средство Начало действовать Остальные тараканы Находятся В безопасных местах Один сидит В кормушке Там где средства нет И два сидят На стенках Там где средство Если осталось После первой обработки То оно было В большей мере Удалено С помощью бумажной салфетки Поэтому Они находятся В безопасных зонах Относительно Ждем дальше И так прошло Около двух часов Чуть больше Вижу На спине Лежат три таракана Мелкая личинка В правом углу В верхней части Контейнера В верхней части экрана Слева И в нижней части экрана Слева Самка таракана Потеряла свой кокон Как и в одном эксперименте Который проводил Несколько недель назад Значит Два таракана Еще пока остаются живы Как обычно В последнюю очередь Умирают Личинки тараканов То есть Одна личинка Сейчас сидит на стекле Сверху А вторая Находится Возле взрослого таракана В левой части экрана Продолжаем эксперимент Три часа прошло По факту Пока прежние три таракана Которые лежали на спине Продолжают лежать на спине А два таракана Которые бегали Продолжают бегать Один сидит на верхнем стекле Второй На дне контейнера Продолжаем эксперимент Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прошло 5 часов Ситуация не меняется Три таракана на спинах Две личинки По прежнему живы И бегают Самостоятельно Сейчас я буду выключать камеру И когда обе личинки Окажутся на спине Посмотрю сколько времени Отсниму этот материал И скажу сколько времени Прошло от начала эксперимента Прошло чуть больше 6 часов Вот уже 4 таракана Лежат на спинах Один по прежнему жив Ожидаем дальше Проводим эксперимент до конца Ждем когда все тараканы Окажутся на спинах Итак Прошло чуть более суток Три таракана мертвы Два взрослых Одна личинка Одна личинка По прежнему лежит на спине И подергивает ногами То есть четвертая И один таракан Сидит под крышечкой Баночки И шевелит усами То есть стоит на ногах До сих пор не умер Сейчас попробуем на него Посветить фонарем Выгнать его оттуда Чтобы показать Как видим Один таракан По прежнему жив И достаточно неплохо Себе чувствует В его движениях Я не вижу никаких Неправильных моментов То есть Таракан бегал Бегает как и бегал раньше Как и у других тараканов У него не наблюдается Искажение тела Искривление направо налево Как было раньше В экспериментах То есть таракан не отравился Может быть отравился Еще сдохнет Но пока что Вот сутки прошли Таракан бегает Напомню Мы в этот раз Испытываем палач Через месяц Через 30 дней После начала эксперимента То есть он высох Прошло 30 дней И вот Закинули сюда Тараканов Возможно Конкретно у этого таракана Выработалась Резистентность К данному средству Ну то есть В результате Каких-то мутаций Но это не точно По крайней мере Видим вот такой вот результат Впервые за все время Палач Подействовал на тараканов Хуже чем раньше Что ж Подожду еще некоторое время Подожду еще сутки Посмотрим Сдохнет или нет Итак Прошло Чуть менее 48 часов От начала эксперимента С момента Как я выпустил тараканов В обработанный контейнер И вот сейчас ситуация Сохраняется Уже более суток Одной и той же 4 таракана Сдохла Лежат на спинах А одна личинка Сидит на крышечке На маленькой По прежнему жива То есть Узики у нее Прямые Сидит она ровненько Даже когда она двигается Она двигается ровно То есть Никаких признаков отравления У нее не видно Сейчас Проведу второй эксперимент Выловлю эту личинку Вымою контейнер С мылом И с пищевой содой Для того чтобы В нем не осталось средство Снова его побрызгаю Рабочим раствором Свежим Высушу И запущу Личинку На свежий Вот этот вот Обработанный контейнер Для того чтобы выяснить Сдохнет она или нет Если она сдохнет Значит скорее всего На данный момент То есть месяц спустя Средство Перестало просто работать Потому что Ну как перестало Стало намного хуже работать Потому что 4 все таки Таракана сдохла Вот Если же она Не сдохнет Значит соответственно У этой личинки Скорее всего Устойчивость К фентиону То есть К действующему Веществу Палача Так что вылавливаем Личинку Вымываем контейнер Обрабатываем Снова Сушим И запускаем Таракана Заново Итак Забрызгал Средство Снова Как и В первый раз В начале Эксперимента Самого В этот раз Не пшикал Четыре раза Пшикнул Два раза Поместил контейнер В вертикальной Плоскости И сделал Два пшика Из пульверизатора Так Запускаем Сюда Точнее Устанавливаем Сюда Кормушку Так Поилка Поилки Немного Закончилась Вода Сейчас Я не думаю Что Таркан Проживет Столько Чтобы Умереть От жажды Но Тем не менее Пускай Водичка Будет У него Так Устанавливаем Поилку Стекло Ставим И запускаем Таракана Тараканчик У нас Один Снимался В фильме Выживший Так На часах Сейчас Одиннадцать часов Тридцать восемь минут Ну что же Запускаем Таракана Внутрь Так Все Смотрим Вот Побежал По контейнеру Хорошо Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... более двух часов таракан по-прежнему бегает по контейнеру и не травится не видно никаких признаков отравления не в походке не в каких-то других моментах например в склеенных усиках и так далее думаю сейчас сделаю экстремальный для него вариант выловлю таракана брызгаю средство уже непосредственно мокрое чтобы оно было на стенках контейнера и снова выпущу таракана но буду брызгать так средство чтобы он в этих каплях не утопился чтобы средство было на стенках на дне контейнера но не в том количестве что таракан именно утопился в нем и так обрызгал контейнер сделал один пшик ставим поилку ставим кормушку накрываем все это дело стеклом и запускаем таракана вот так все смотрим таракан забрался в кормушку там где средства нет и сидит там я думаю что стоит его туда выгнать чтобы он все таки прополз нормально по средству испачкался в нем и посмотреть сработано или нет а то так будем очень долго ждать гонять его будем с помощью фонарика включаем явно таракану некомфортно находиться на средстве видим при первой же возможности он убегает в кормушку где средства нет но при нормальной обработке они не просто тараканы бегают по средству средство попадает также им на спины то есть просто их смачивает поэтому начинает действовать очень быстро сейчас же мы создали ему не самые самые страшные условия то есть у него есть возможность испачкать только лапы и то большую часть времени он проводит там где средства нет еще разок погоним его и потом будем наблюдать через сколько он начнет реагировать на палач а а Продолжение следует... Продолжение следует... С другими тараканами не сказал, сразу когда я их отсюда удалял, у одного продолжали дергаться лапки. То есть палач через месяц после обработки стал работать намного хуже, чем по-свежему. Итак, прошло около 4,5 часов с момента, как я выпустил таракана в обработанный контейнер. Сейчас проверим, сдох он или нет. Да, никаких признаков жизни. То есть даже такой устойчивый к средству таракан, все-таки пробежавшись по мокрому средству, не выдержал и сдох. Что лишний раз доказывает, что обработку нужно проводить тщательно, так чтобы средство попадало непосредственно на насекомых, еще во время самой обработки. Только в этом случае имеются высокие шансы справиться даже с теми насекомыми, у которых есть слабая защита против данного вещества. Ну вот, очередной эксперимент подошел к концу. Я думаю, что это был последний эксперимент в этой рубрике. Вот, видим, что через месяц палач стал работать похуже, чем в предыдущие три недели. То есть в течение трех недель тараканы умирали в течение трех, там, ну в течение часа трех часов, скажем так. А в этот раз для того, чтобы убить тараканов, палачу понадобилось больше времени. Кроме того, среди всей популяции, которую я использовал для эксперимента, попался один таракан, у которого была, видно, резистентность к фентиону, действующему веществу палача. И он не сдох сразу. То есть долгое время находился в контейнере. Мы потом попробовали снова, я снова разбрызгал уже свежий раствор палача, высушил, запустил таракана. Снова ничего не получилось в течение нескольких часов, и я решил проверить, действует ли мокрый палач на таракана. Выпустил его, как видели, на мокрое средство, на небольшие капельки свеженькие, и только тогда таракан сдох. В общем-то, при реальной обработке, при хорошей обработке всей квартиры, средство будет попадать непосредственно на насекомых. Кроме того, что они будут бегать по обработанным поверхностям, оно будет у них на спинах, на усиках, везде. Вот, поэтому даже вот такие вот особи будут умирать. Что, в общем-то, приводит к выводу, ну, из этого можно взять вывод, о том, что обрабатывать квартиру даже теми средствами, которые имеют пролонгированный, то есть продленный эффект, желательно максимально хорошо. А не рассчитывать на то, что тараканы будут бегать по сухому средству и хорошо травиться. Лучше сделать капитальную обработку всех поверхностей, чтобы у тараканов было минимальное количество шансов на, скажем так, на выживаемость. В следующем видео я, наверное, расскажу про то, как использовать палач, опасен ли он для человека и для животных, в каких концентрациях его нужно использовать, в каком количестве, чтобы обработать квартиру разной площади, чтобы подработать различных насекомых. То есть подробно расскажу, как пользоваться палачом. И, наверное, будем заканчивать цикл роликов, посвященных этому средству от насекомых. Ну, а я еще раз напомню, что палач вы можете приобрести в магазине buzina.com, пройдя по ссылке в описании под данным видео. И вписав промокод в поле купон при оформлении заказа, вы получите скидку на данное средство. А на сегодня все. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях по данным видео. А я со всеми прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.